слава украине приветствуем от полонского доброе утро бавовна я уже знаете привык начинать наш информационный день с бавовны и знаете если бавовны не будет просто информационный день будет каким-то тусклым наверное но на этот раз бавовна была да еще и не одна да еще и какая ребята надо сказать что мы опять разбили нефтезаводной россии да причем там получилась такая знаете немножко сумятица какой из них именно разбили оказывается там несколько нефтезаводов находятся ну скажем так довольно недалеко друг от друга и сначала было было некое недопонимание того какой именно завод получил как говорится люлей на сегодняшний день и так там есть ильский нефтезавод который кстати уже по которому прилетала уже по мороза 4 до в конце прошлого года в начале этого года последний раз по ильскому прилетала семья так не изменяет память 9 февраля до в каком состоянии ильский завод тяжело сказать там горела много раз и скажем так с ним все плохо дальше есть там афиевский завод который по которому тоже прилетала а есть еще один одно предприятие называется славянский нефтезавод выпускающий различные сорта бензина выпускающий топливо для кораблей вот это очень важно да топливо для кораблей ну и там по ходу он выпускает мазут то есть битум и так далее и так далее то есть довольно важное предприятие в краснодарском крае славянский завод славянске на кубани прилетела именно по нему да вот то есть это не роснефть это не там лукойл и так далее это предприятие местная кубанская принадлежащие двум братьям там местным заворованным но это крупное предприятие чтобы вы понимали перерабатывающим год не даст соврать вот тоже освещает ситуацию по ходу дело это предприятие перерабатывает чтобы вы понимали на секундочку 4 миллиона тонн нефти в год и сегодня утром есть уже куча видео ссылочки на видео в описании к данному ролику как обычно прилетела по нему ну как минимум штук семь беспилотников при нулевом противодействии по его там местная охрана я так понял вот это вахра пыталась стрелять по этим беспилотникам выглядело это абсолютно жалко и они по очереди попадали в установки по первичной переработке нефти установки полностью разрушены ну там абсолютно очевидно там просто прямая видео видно хорошо тупо прямое попадание без всякого противодействия со стороны несуществующего пво россии интересно что местные заметили такой момент что которые снимали что беспилотники прилетали не со стороны украины а со стороны россии ну какая разница прилетели то и прилетели какой маршрут проложен такой и проложен да то есть завод выведены строя полностью я уже не знаю какой это по счету там завод по которому прилетела и который либо не работает либо не работает частично либо нуждается в каком-то ремонте и так далее и так далее это уже это уже у них эпидемия знаете и позорище в каждый день они в день теряют час по нефтезаводу если вы думаете что у них сотни нефтезаводов вы глубоко ошибаетесь там по моему то ли 27 то ли 37 нефтезаводов и часть из них полностью часть из них частично уже выведена из строя и мне почему-то кажется что подскочит цены на топливо причем на любое топливо что для автомобилей что вот в этом случае завод был заточен на например топливо для кораблей такое дело на все подскочат цены если цены подскакивают на топливом сами прекрасно понимаете все остальное автоматически повышается потому что перевозка является одной из важнейших составляющих в цене любого товара так что друзья мои еще раз с бавовной вас бавовна была очень красивой местным судя по их криком в эфире ну просто очень понравилось горела она все мощно горела сразу скажу не в одном месте а в нескольких местах то есть видно что долетели абсолютно все дроны абсолютно никто их не сбивался пускай не рассказывал что угодно все дру все дроны которые летели на этот славянский нефтекомбинат все попали так что все нормально ребятки до следующей бавовны она кстати была и была шикарной слава украине